Энергетическое дзюдо между Евросоюзом и Россией. Голос Мордора за 7 августа 2022 года. Газета Wall Street Journal изучила обстановку с мировой энергетикой в мире и пришла к выводу, что Путин открыл второй фронт в Европе энергетический. Мол, когда проблемы с энергетикой начнутся по-настоящему, то есть зимой, не исключен критический уровень народного недовольства, массовые протесты, падение правительств и приход к власти националистических популистских партий. Резюме. Замечательное. Европейская зима может стать весной для Путина. В общем и целом ничего нового. Все это мы уже слышали из массы других СМИ и от авторитетных экспертов. И это самая настоящая истерика. Нет тут никакого серьезного анализа ситуации, как и нет никаких объективных выводов. Просто потому, что все энергетические проблемы, которые на самом деле очень серьезные, Европа создала себе сама, своими собственными ручками. А теперь вспомните один из основополагающих принципов дзюдо, в котором Владимир Владимирович Путин разбирается вовсе не на дилетантском уровне. Поддаться, чтобы победить. Ну и использовать силу противника. И то, что происходит прямо сейчас, это именно то самое энергетическое дзюдо. В яростную атаку на Россию первой пошла именно Европа. Огромным валом санкций, в том числе и в области энергетики, постоянными заявлениями о том, что необходимо отказываться от российского газа. Но очень быстро оказалось, что все эти санкции очень больно ударили по самой Европе. А от российского газа невозможно отказаться. Не только в обозримом, но и достаточно отдаленном будущем. И не помогут никакие строящиеся терминалы для приема и регазификации СПГ. Или пресловутая зеленая энергетика. Лишнего газа в мире попросту нет. А был бы, покупатели нашлись бы мгновенно и без всякой Европы. Более того, с производством СПГ сейчас есть определенные проблемы, которые могут привести к его дефициту. Остановка двух крупных производств США из-за аварий, предел добычи в Катаре. И даже ожидающийся дефицит газа одного из самых крупных производителей СПГ в Австралии. Но Европа вполне могла бы легко обойтись без этого газа. Только она сама себе создает проблемы. Взять, к примеру, пресловутую турбину. Казалось бы, что нет никаких проблем. Канадцы ее отдали. Германия пытается впихнуть ее в Россию, чтобы там воткнули на северный поток. Но вот тут начинается дзюдо. Газпром очень вежливо объясняет, что турбину принять не может, так как это нарушает санкции, введенные Канадой и Германией. И это касается не только одной турбины, а всего комплекса, который гонит газ из России в Европу. Ребят, если уж вы ввели санкции, то будьте добры их выполнять без всяких исключений для себя любимых. Или отменяйте эти санкции совсем. А то получается, как с винокуровскими нотами, в которые рыбу заворачивали. Второй прием, которым Европа бьет сама по себе – украинский транзит. Сейчас Украина прокачивает газ только по одной контрольной станции и в силах Европы заставить своих подопечных включить вторую. Но Европа не оказывает никакого давления на Украину и получает проблемы. К слову, необходимо отметить и благородство российской стороны. Ведь Северный поток-2 полностью заполнен газом и готов к использованию. Не сертифицирован? Ладно. Не думай, что это большая проблема в нынешних условиях. Просто откройте вентиль и пользуйтесь на здоровье. Если и не все проблемы, то уже значительная часть их будет решена полностью. Еще есть газопровод Ямал-Европа. Его не разрешает использовать Польша. Так почему же власти Германии не могут договориться с поляками? Понятно, что это сложная задача, но может стоит попробовать? И еще одна проблема в том, что многие европейские страны гордо отказались покупать газ за рубли, даже несмотря на то, что им была предоставлена совершенно удобная схема, по которой они могли бы это делать. Но они отказались сами. Опять вроде бы силовой прием против России, от которого больно тому, кто его правует, чистейший дзюдо, в своем высшем проявлении. И, конечно, Wall Street Journal право в одном. Недовольство народа будет возрастать, и это может привести к полному переформатированию политического правящего спектра Европы. Но тут уж извините, ребят, вы опять все это делаете своими собственными руками, и вам никто не виноват. И первое, что вам стоит сделать, немного почитать про дзюдо, чтобы хоть чуть-чуть понять, что происходит. Голос Мордора Энергетическое дзюдо между Евросоюзом и Россией